Всем привет! На связи я, Андрей Былов, и в этом видео мы поговорим о том, как узнать, в какой из бирж тот или иной сайт продает в себя ссылки. Механика, собственно, такая. Нам сначала нужно выгрузить список тех сайтов, получить список тех сайтов, которые мы хотим проверить. Например, мы возьмем сайты из топа. Пусть мы занимаемся продажей вилочных погрузчиков, и мы берем запрос, ну, какой-нибудь более общий, вилочный. Вилочный погрузчик. Выбираем, пусть будет Яндекс, Регион Москва, ТОП-100, начать проверку. Да, это в сервисе Арсен Кентулс мы смотрим. Можно это выгружать в кей-коллекторе и так далее, но здесь попроще, здесь есть бесплатные лимиты для этого. Так, дальше нам это нужно выгрузить. Выгружаем в CSV. И нам нужно получить список доменов. Как нам это сделать? Мы берем данные, текст по столбцам. Все, мы раскидали. Получили список доменов. Можем на всякий случай их проверить, нет ли там дублей. Но на самом деле, так как эта выдача и так не подразумевает дублирование, то, скорее всего, их там нет или почти нет, поэтому проверять на дубли не будем. Дальше мы идем в сервисы. И, ну, во-первых, мы можем просто посмотреть это в самих биржах. То есть мы берем биржу, например, Miralink. Не все биржи такое позволяют, но многие позволяют. По умолчанию здесь это отключено, поэтому нужно вот сюда пролистать фильтры. Это мы сейчас в каталоге площадок находимся вот здесь. И включить полный набор полей. Долистываем до адреса домен и вводим сюда часть адреса. Можем весь домен сюда ввести, можем часть, но в данном случае там вот дом какой-то мы ввели. Жмем поиск по каталогу, загрузка данных. Ну, собственно, вот. Вот он у нас домен нашел, который включал. То есть мы могли ввести не только этот кусок, а целиком домен, и он также нам его нашел. Но эта штука работает штучно и искать не очень удобно. Поэтому мы можем воспользоваться двумя сервисами. Первый – это барыга-чекер. Он нам позволяет найти, а торгуют ли из этих сайтов какой-нибудь арендными ссылками. То есть он пробивает. То есть там есть несколько бирж. Сейчас дальше, когда пройдем, там будет видно, какими он пользуется. Так, вставляем. Жмем «Получить результат». Вот мы загрузили 99 сайтов. Ничего он не нашел в арендных ссылках. Вот биржа, которую он проверял. Это сейп, руки, себя, пульт и пиар сейп. Окей. Сервис бесплатный. До… Не вижу, где лимит. Ну, вот я по 100 обычно закидываю сюда для теста. Каждый раз он нормально прокатывает. По-моему, до 500 здесь можно загружать. И здесь это даже все без регистрации. То есть я не зарегистрирован, но он мне все равно нормально показывает. Дальше мы пойдем в довольно свежую историю. Она платная. LinkPrice называется инструмент. Работает он примерно следующим образом. Мы регистрируемся. По умолчанию, я когда регистрировался на баланс, закинулось 40 рублей. Для теста этого достаточно, чтобы 200 ссылок пробить. Это довольно дорого. То есть на потоке это не получится так сделать. То есть загрузить туда выгрузку по сотням запросов. Это все сюда загрузить было бы хорошо. То есть по 20 рублей за каждую пачку платить. Ну, такое себе. Но если вы сделали более какую-то узкую выборку, то 100 запросов за 20 рублей закинуть сюда и проверить не страшно. Все. Подтверждаем, что я не робот. Жмем проверить. Вот. Он пробил все эти сайты. И он нашел в PR News, что можно на одном из сайтов. Так, какой-то из них. Насколько глубоко он у нас в топе. Посмотрим. Да, он у нас довольно далеко. Он же на 96 месте. Но он выходит по запросу вилочный погрузчик. Вот одни инфо, вилочные погрузчики. Что тоже, в принципе, неплохо. И мы идем в биржу вот эту. Одни инфо. И, точнее, мы идем в биржу PR News. Находим там эту площадку. И, собственно, там покупаем. Вот таким образом. То есть я пробивал так несколько запросов. Ну, например, я вбивал запрос продвижения сайтов по региону Москва. И он мне нашел три площадки, которые на разных биржах. Одна была на PR Posting, одна была на Коллабораторе и одна на PR News. Вот, пожалуйста, довольно конкурентный запрос продвижения сайтов, который в трех местах можно купить. И вы уже не ищете, то есть вы не перебираете все биржи отдельные, а вы уже ищете конкретную площадку на конкретной бирже. И это уже гораздо проще, чем перебирать сотни площадок и руками это все пробивать. Поэтому молодые сервисы грешат тем, что как только выходят на них анонсы, и заходят пользователи, они резко меняют условия в худшую сторону. Так уже было с несколькими моими обзорами, что в течение месяца после того, как я делаю хороший обзор на сервис, то они все в худшую сторону меняют по условиям для пользователей. Но я надеюсь, что в этот раз так не случится. И наоборот, они пойдут навстречу нам с вами и сделают какие-то пакеты более гуманные, а не по 20 рублей за сотню. Потому что для наших с вами объемов это абсолютно несерьезно. И если мы туда десятки тысяч доменов закинем на проверку, то это будут абсолютно неадекватные деньги и проще самому парсер какой-нибудь написать. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях, приходите на мастер-класс, ссылка в описании. Пока.